всем привет с вами я дмитрий канал 220 киловольт и сегодня у меня на ремонте вот такой вот замечательный антикварный смартфон как acer s100 вот его задняя крышка корпуса вот такая у него системная плата разделенная на три независимых модуля это у нас модуль камеры и верхняя часть где gps антенна расположена кабель gps антенны разъем под гарнитуру вот собственно все идет системный шлейф который подключает дисплей кнопки управления громкость питания камеры и также тачскрин тачскрин здесь им косной дальше идет модули карты памяти слота карты памяти и слота сим холдера и под ним уже идет непосредственно вот так вот раскрываясь идет уже модуль так сказать сама сеть самой системе главной части самой системной платы значит разбирается сей корпус достаточно просто откручивается 4 болтика звездочка сейчас скажу битый т5 вот значит они расположены 2 вверху если смотреть от разговорного динамика 2 прям будет вверху видно все как бы закроем два болта здесь два винта и два винта за заглушкой вот этой вот за такой заглушкой где интерфейсный разъем она аккуратно она на замочках аккуратно вот таким шпателем поддеваем по периметру снимаем здесь вот в торце как у айфона будет два отверстия два болта еще их скручиваем и дальше по периметру корпус этим же шпателем этим же шпателем разбираем потом он легко принципе располовинивается но и осуществляется доступ до самой платы а значит следующий диагноз был значит не работала сама камера ну как не работала когда заходишь в режим камеры либо фото либо видео она просто черный экран просто никакой информации просто тупо черный экран то есть это говорит о том что как бы нет сигнала самой камеры то есть камера как бы не работает что было произведено значит после внутреннего анализа было выявлено что во первых в районе sim холдера где идут пины контакты от sim карты в сторону батареи памяти они здесь был сильный окисел то есть либо жидкость либо еще какая-то агрессивная среда типа пота или еще что-то попадала сюда и сильно были вот эти детали прям черные были окислившиеся но контактное соединение то есть печатные проводники не были повреждены сами детали были сильно корродированы значит я их залудил с помощью флюса как уже многие знают flux плюс вот у меня шприцы и жалом на паяльной станции жало у меня игла 05 миллиметра такая вот на температуре 300 градусов паяльной станции quick 202 дальше все вот эти контактные соединения все это было четко пропаяно потом анализировал здесь вот системный разъем вот этот соединяется с платой внутри под платы здесь идет как бы ну такой гребенка такая разъем соединительный вот его промыл промывал с помощью бензина калоша которые у меня перелит вот в такой баллончик со спрей спрей баллончик вот дальше что дальше вот этот разъем вот соединяющий плату sim карты и флеш карты системной платой здесь был на разъеме сильный окисел ну на поверхности то есть дорожки и две дорожки были отгнивших прям просто наглухо отгнивший но не полностью съедена медная составляющая печатного проводника а частично значит тонким скальпелем глазными его со стороны печатных проводников разъема зачистил аккуратненько весь этот окислившийся слой и также залудил под микроскопом естественно вот ну и дальше промывал прочищал все разъемы все разъемные соединения также увеличил количество припоя на разъеме интерфейсном дабы чтобы увеличить его жесткость чтобы его не оторвали случае там каких-то сильных механических нагрузок ну вот как бы в принципе все вот ну что хотел сказать главное его хорошенько весь промыть прочистить просмотреть под микроскопом так но сейчас попробуем его включить так поставим батареечку соблюдаем полярность вставляем батарейку удерживаем кнопку питания вот у нас пошло меню acer или acer кому как удобно даже сейчас он загрузится подождем чуть-чуть звука естественно не будет поскольку динамики располагаются динамик и вибровызов располагается на задней крышке и антенна тоже также расположена на задней крышке этот не критично вот она загрузился снимаем блокировку заходим в меню заходим видеокамера вот все камера у нас работает автофокуса здесь естественно нету поскольку это старенький android вот режим фото как бы камера чисто это просто не знаю все так покажет всю камеру у нас работает как бы можно выключить в принципе и можно уже как бы собирать и опробовать уже в собранном виде аппарат сим-карту он видит флешку тоже видит вот то есть но я думаю аппарат будет рабочим еще раз надо будет почистить вот эти вот контактные лепесточки промыть бензином чтобы были это экранирующие контактные лепестки системный разъем сделано так что он специальной металлизированной краской покрыт чтобы как бы создавать экранное как правильно сказать создавать экран вот экранирование ну короче надо промыть будет как я уже ранее говорил и вот здесь вот еще вот где антенна сразу это все хозяйство и сделаем берем ватную палочку вот бензинчиком немножко шикаем промываем идет все контактные соединения до блеска чернеть начинает то есть сильно грязный телефон не знаю что или вроде как если судить по индикатору батареи влага на него не попадала то есть рисунок на индикаторе целый вроде как он не тонул не плавал но в то же время есть у него сильные окисления и загрязнения я сказал чем это правда связано непонятно остается как бы загадкой ну вот как то так и похоже тут еще обнаружен дефект разъедание дорожки будем запаивать этот дефект так как я уже ранее говорил здесь было обнаружено кародильное разъедание от этого пятачка контактного здесь вот он нормальный целый а здесь вот прям в месте контакта разъема антенны вот этого вот вместе контакта этого разъема вот это сильно сильное повреждение короче вот ну как бы дырочка не дырочка прожгло вот со старого дисплея была снята такая вот медная фольга сейчас я ее ей восстановлю повреждение там так вот напаял я заплаточку из фольги теперь это все хозяйство промоем после флюса зашлифуем зашлифуем лишний припой вот как-то с помощью остро заточенного скальпеля короче да с помощью остро заточенного скальпеля скальпеля будем просто лишний припой вот как-то так кнопки сейчас я гляну под микро заплатка отлично лежит можно сказать лучше не придумаешь немножко зашлифовать конечно надо можно взять бор с алмазным напалением в принципе можно им попробовать зашлифовать но попробуем сейчас мы еще также с помощью паяльника лишнего удалить в принципе припой лихоплавки хорошо удаляется счищается скальпелем так но в общем короче так сейчас еще это палочка уже все живо свой век зачистим вот эти вот экранные лепесточки подушечки экранные и будем собирать телефон в кучах так 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 Так. Блин. Клопки я про них совсем забыл, что они тут как-то лично так сделаны. Мне всё так просто, как кажется. Надо сначала выставить. Ну вот. Так, а что ж туда вот эта тут дает? Кнопка непонятна. По-моему, она просто тут как декоративная. Потому как здесь нет органов управления. Больше никаких. Здесь шлейф идёт. Да фиг с ним. Так. Так. Так, так. Теперь скручиваем болтики. Болтики скручиваем. Вернее, закручиваем. Так. Блин. Манесенькие такие. Такие, блин, неудобные. Но, тем не менее, одеваться некуда не нужно. Так. Так. Один закрутили. Второй. Тоже закрутили. И вот эти вот торцевые, про которые я говорил. Какое фон они. Так. Один. Один. И второй. Все. Теперь. Ставим декоративную рамку. Обратить надо внимание, что здесь микрофон и дырка должна быть напротив микрофона. вот так справа располагаться вот так вот ставим источник питания закрываем крышкой и включаем все вибро сработало аппарат пошел грузиться или загружаться вот мы видим заставка на экране ну в принципе что хотелось бы сказать все в принципе телефончик собран отремонтирован можно сдавать владельцу сейчас еще раз проверим камеру 5 мегапикселей звук загрузки очень неудобно конечно качельки громкости сделаны громкость звонка у нас на полную так у нас камера все работает так что все на этом ремонт закончен с вами был Дмитрий канал 220 кВт всем удачи в ваших ремонтах и до свидания спасибо 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 Продолжение следует...